Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в еврозоне. Важная статистика, потому что так же, как и в США, данные по инфляции напрямую определяют проводимую в стране денежно-каритную политику. Мы за европейской валютой тоже следим и сейчас будет не лишним еще раз оценить уровень инфляционного давления и прийти, друзья, вместе к выводу, что же будет делать европейский центральный банк для борьбы с этой инфляцией. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ИЦБ, так же как и любой другой центральный банк, имеет только один инструмент борьбы с инфляцией, это высокие процентные ставки. Но здесь нюанс откроется уже в деталях. И эти детали позволяют нам порассуждать о том, не приведет ли дальнейшее повышение процентной ставки в еврозоне к еще большему ухудшению экономических условий. Еврозона – это не США. Макроэкономическая картина гораздо хуже и риски рецессии существенно выше, в разы выше. В 10.00 по GMT, друзья, этот релиз будет опубликован, поэтому локальная волатильность непременно будет повыше. В 21.00 по GMT выступление представителя американского регулятора Уоллера. Это не голосующий член Федрезерва, но, опять же, ранее мы пришли с вами к выводу, что чем больше чиновников, которые имеют отношение к элите политической, отвечающей за денежно-корритную политику в стране, чем больше представителей даст оценку текущей ситуации и попробует спрогнозировать дальнейшие действия американского регулятора, тем больше у нас будет более-менее объективных данных, чтобы найти во всем этом какую-то золотую середину и сами решить, как будет действовать американский регулятор. Тем временем индекс доллара стабилен 104.53. Ситуация за последние особо не изменилась, но сам факт того, что доллар остается выше 104 пунктов, даже в районе 104.50, повышает вероятность того, что следующая волна активных действий на рынке все же станет основой для развития восходящей динамики. Индекс доллара вернется выше 105 пунктов. Вчера на повестке экономического календаря был очень важный релиз по оценке производственного сектора американской экономики – отчет АСМ. Как и ожидалось, статистика вышла лучше, чем мы видели двумя месяцами ранее, то есть фактически показатель 47.7 со 47.4. Но нужно признать, что этот индекс находится ниже 50, то есть еще в зоне стагнации. Но сам факт того, что положительная динамика уже наблюдается и индекс постепенно выкарабкивается с этих минимальных многомесячных уровней, доказывает то, что сектор в целом находится в такой фазе оздоровления, и через месяц-другой мы все же сможем увидеть его выше 50 пунктов. Отчеты, которые вышли до этого, заказаны товары релительного пользования, данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости. К этим релизам особо продираться не нужно, потому что в целом статистика не разочаровала. И отталкиваясь, оперируя снова сильным фундаментальным фоном, которого предостаточно, друзья, еще с прошлой недели, мы каждый день разбираем с вами статистику, как каждый понедельник резюмируем те релизы, которые были на неделе минувшей. Все это говорит о том, что американские регуляторы пока что склонены проводить и дальше жесткую монетарную политику, которая будет предполагать дальнейшее повышение процентной ставки. Количество инвестбанков, которые поддерживают агрессивный подход Федрезерва к повышению ставки увеличивается. Сити, Барклайс, Голман, Сакс прогнозируют, что на ближайших трех заседаниях ставка достигнет 5,75%. Банк оф Америка считают, что ставка достигнет 6%. Но что их объединяет, так это то, что они допускают, что на ближайшем заседании в марте ставка может быть увеличена на 50 базисных пунктов. Самый главный аргумент того, что действительно ФРС стал более жестче настроен к тому курсу политики, который он проводит, это повышение доходности американских облигаций. Я предлагаю на этом закончить с долларом, который, как вы понимаете, имеет очень хороший бэкграунд сильных данных, перспективу повышения процентной ставки и растущей доходности национального рынка долга казначейских трежерс. Поэтому ждем дальнейшего роста. Золото в связи с тем, что повышается доходность американских облигаций, сегодня на азиатской сессии испытывает прессиво. Честно говоря, фонд такой же, как и раньше. То есть, с одной стороны, рыночный ассентимент говорит о том, что золото нужно купить, с другой стороны, мне не поднимается рука сделать это, потому что я вижу, сегодня 10-летний трежерис прибавляют с открытия сессии уже полпроцента, и 10-летняя облигация, друзья, котируется впервые с конца прошлого года на отметке 4%. Это очень много. Это доказывает то, что куда интереснее сейчас работать с рынком долга, а не с золотом. Поэтому я, собственно, как и раньше, вам рекомендую не торопиться с покупками золота. Лично я пока что буду удерживать короткие позиции. Американский фондовый рынок. Обновляем локальные минимумы с конца января. По S&P сейчас котировки 3942 пункта. Ждем, соответственно, ниже 3900 пунктов. Европейская валюта против доллара 1,0650. Много статистики, которые давят на евро. Мы видим то, что европейская валюта снижается. Это индекс активности в еврозоне, который разочаровал фактически показатель 46,3 с 47,3. Это один из многомесячных минимумов. Точнее, один из худших показателей больше, чем завид. Ну, тоже выводы можно делать объективно. Данные по инфляции, которые вышли в Германии накануне, 8,7%. Инфляция не снизилась, как ожидали эксперты, а осталась довольно высокой. В месячном выражении скачок инфляции был на 0,8%, так же, как и в случае с США. Я допускаю, что все это конвертируется в прирост в годовом показателе. Базовая инфляция здесь выросла с 9,2% до 9,3%. Поэтому мы начали этот брифинг с того, что я анонсировал ожидания данных по инфляции в еврозоне. Сегодня я склонен полагать, что мы увидим тоже прирост базового показателя по еврозоне в целом с 5,3% до 5,4%. И это может оказать еще большее давление на европейскую валюту, потому что высокая инфляция – это знак равно скорая рецессия. Британская валюта тест отметки 1,20. Я думаю, что до конца недели этот тест будет успешным и окажемся ниже. Как и ожидалось, оптимизм от достигнутого соглашения между ЕС и Англией по Северной Ирландии продержался недолго. Да, товар, оборот, будет восстанавливаться, таможенные процедуры будут смягчены и станут более лояльными, скажем так, в взаимном ключе. Но ничего не сделаешь с плохой макроэкономической статистикой, конъюнктурой и очень тяжелыми экономическими условиями. Инфляция в Англии 5 месяцев подряд держится выше 10%. Банк Англии не знает уже, что сделать, чтобы остановить, но вот Бейли пока что еще думает, стоит ли повышать ставку или нет. А тем временем высокая процентная ставка в Англии, которая не смогла добиться снижения инфляции, но ухудшила общие экономические условия в целом, давит на рынок недвижимости. Впервые с 2020 года по отчету National White в Англии зафиксировано резкое оснижение стоимости недвижимости и годовой показатель по индексу шел на отрицательную территорию минус 1,1%. Это уже предвестник того, что ситуация будет ухудшаться, поэтому по фунту сохраняем короткие позиции. И по рынку нефти ждем новые максимумы, закрепление выше 85 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошие торговые сессии. Всем пока!